Символическое посвящение в учителя состоялось во дворце детского и юношеского творчества столицы республики. Почти 170 молодых педагогов получили ключ к знаниям. Всем им предстоит впервые в этом учебном году поставить школьную отметку и проверить домашнее задание, провести контрольную и организовать родительское собрание. Тех людей, которые указывают путь, указывают направление, называют проводниками. Тех людей, которые помогают найти себя, найти свое место в жизни, называют учителями. И каждый из вас, я надеюсь, станет настоящим учителем. Учителем с большой буквы. Педагогическое сообщество собирается на такие встречи уже пятый год. Организует их профсоюз работников образования и науки России совместно с Советом молодых педагогических работников. Каждый из присутствующих на посвящение пришел в профессию разными путями. Это мечта детства, потому что я с начальной школы мечтала стать учителем. Это мечта моя существовала. Как молодому специалисту не всегда справляюсь, допустим, с детьми. И хочется дать многое, но не всегда получается. Поэтому все приходит с опытом. Организатор считает, что синтез молодости и опыта дает хорошие результаты. На таких встречах кто-то учит, а кто-то учится. Так как я молодая и у меня мало опыта, я постоянно советуюсь с завучем, со старшими учителями. И они с радостью помогают советами и подсказывают, где нужно правильно сделать. Ясно показано, сегодня образование – это союз молодых ветеранов вместе. Нас помнят, знают, что мы тоже в строю и что мы тоже в работе вместе с молодыми учителями и воспитателями. Посвящение в учителя стало праздником, в котором нашлось место и на путственным словам, и импровизированным выступлениям. На кого же ты, Машенька, пойдешь учиться после школы? На строителя, окулиста. И что он делает? Глазки втроит. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.